Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте! В предвкушении 1 июля находились, пожалуй, все средства массовой информации, и федеральные, и местные. Шутка ли? Именно в этот день вступили в силу законы, которые повышают штрафы и тарифы, запрещают развозить и разливать. Нам было интересно не только в какие суммы это все выльется, но и как это будет реализовано на практике. И вот, наконец, свершилось. Сегодняшняя программа будет посвящена не только всем этим новым законам и цифрам, но и человеческой хитрости. Как известно, слово «предпринимать» в русском языке в каком-то смысле является синонимом слова «выкрутиться». А значит, предприниматели просто должны были что-нибудь придумать, чтобы и дальше разливать пиво в магазинах, прописавшихся в жилых домах. Мы все гадали, станут ли они разливать пиво в бутылки заранее и таким образом продавать, по сути, бутылочное пиво, либо же поставят в магазине столик и назовут это баром или пабом. Бизнесмены пока что выбрали второй вариант. Уже 2 июля вычислять из воротливых хитрецов двинулась административная комиссия. Вместе с полицией за один день они проверили 15 магазинов, вынесли два предписания и возбудили три административных производства против тех, кто пивом все-таки торговал. Буквально за один день магазины внезапно превратились в мини-бары, закусочные и даже сосисочные. То есть из торговых точек превратились в предприятия общественного питания. По мнению самих продавцов, для этого достаточно просто заменить слово на вывески или повесить обычный листочек с объявлением, сделанным на компьютере. Насчет того, что нужно оформлять разрешение и документы тут вообще не в курсе, собственно, как и насчет того, что в закусочной должны быть столики или хотя бы закуски. А сейчас вообще пушка. Тут же, в этом же мини-баре, висит еще один листочек распития пива на территории магазина запрещено. Нормально, да, в пивбар сходили. Административная комиссия пока что готовит документы в прокуратуру. Надо все-таки проверить, на основании чего все эти пивные магазины так резко поменяли род деятельности. Ну а там и штраф последует. Вот, полагаю, тысяч десять. А в таких случаях, как говорится, лучше штраф заплатить, чем сбивать руку. Кстати говоря, помните, как у нас прессовали залы игровых автоматов? Они также быстро сменили вывески на платежные системы, ничего по сути не изменив. Некоторые, как вы знаете, благополучно работают и по сей день. Следующая любимая тема – тарифы ЖКХ. А в этом году, чтобы не портить электоральных настроений, в марте повышение перенесли на июль. Новых квитанций мы пока не получили, но подсчитать, что нас ожидает, уже можем. Этим решили заняться аргументы и факты. Очередная радость. В этом году нас ждет не одно повышение тарифов, а целых два. Холодная вода сейчас вырастет на рубль, а осенью аж на 2.40. Горячая уже подросла на 20 рублей. Летом это естественно, ее все равно нет. А с сентября прибавит еще 3.5. А вот электричество осеннее повышение не коснется. Достаточно июльского роста. А вот и примерный расчет для небольшой квартиры с электроплитой и двумя жителями. Если в первом полугодии за 44 квадрата нужно было платить 2060 рублей, то сейчас квартплата вырастет на 109 рублей, а в сентябре еще на 65. Самый большой рост демонстрируют услуги по водоотведению. В целом они вырастут аж на 34%. Это уже даже кажется за гранью дозволенного. Видимо, мы стали намного больше, извините, гадить. Ну а если не платишь, найдется управа. В Благовещенске началось тотальное перекрытие канализации в квартирах должников. Тем, кто не платил более трех месяцев, в квартирный водоотвод установят щуп с сеткой-заглушкой. То есть сходить в туалет по маленькому еще можно, а по большому уже нет. Хотя это все еще от питания зависит. А вот федеральные аргументы ищут ответ на вопрос, а зачем же вообще нужно было это повышение, что даст оно жильцам, кроме удара по кошельку. Монополисты-коммунальщики, поставляющие нам электроэнергию и тепло, объясняют повышение тем, что надо, мол, ремонтировать насквозь прогнившие сети. Но реальных обоснований и расчетов они не дают. Просто повышают тарифы на одним только им понятные величины. В двух соседних регионах страны цена одних и тех же услуг может отличаться в разы, говорит Иван Грачев, глава комитета Госдумы по энергетике. Более того, на капремонт энергосистем нынче в нашей стране требуется 9 триллионов рублей, а нынешнее повышение дадут только 2. Так что рост тарифов на ЖКХ позволит сделать лишь одно – поднять зарплаты топ-менеджерам коммунальных компаний. Опять становится актуальным анекдот из 70-х. Да тут, похоже, всю систему менять придется. И еще немного фактов вместе с аргументами. Пару слов о новой кормушке для ГАИ. О тех штрафах, которые появились или подросли с 1 июля. С 300 до 1000 выросли штрафы за стоянку в зоне пешеходного перехода или на тротуаре. В 10 раз увеличено наказание за необоснованную стоянку в карманах для автобусов. Несоблюдение знаков разметки обойдется теперь не в 300 рублей, а в 1500. Такое же наказание за излишнюю тонировку. Кроме того, за любое нарушение правил остановки и стоянки машина подлежит эвакуации на штрафстоянку. Причем работа эвакуатора оплачивается с первой минуты. Так же, как и размещение на штрафстоянке. Короче говоря, стоять на машине стало совсем невыгодно. А вот носиться, как дурак по городским улицам, сбивая пешеходов, по-прежнему не возбраняется. По крайней мере, увеличение наказаний за это, равно как и за превышение автомобилем уровня шума, я лично в аргументах и фактах не нашел. И еще немного хитрости и изобретательности опять же в продолжении темы ГАИ. На той неделе в интернете появился новый термин «эффект 30-го кадра». Возник он благодаря все тем же гаишникам и активистам движения «Синие ведерки». Сначала была жалоба владельца видеорегистратора, на котором была сделана эта запись. Водитель патрульной машины долго решал, куда ехать, прямо или направо. А потом, когда все-таки повернул направо, зеленая стрелка уже погасла. Проезд на красный в питерском ГАИ объяснили так. Так, используемый видеорегистратор имеет эффект 30-го кадра, во время которого нарушается цветопередача. Слабый процессор регистратора дает сбои в отображении красного, зеленого и других цветов. Видимо, расположение огней светофора и цвет стоп-сигналов машины гаишников не смутил. К чести людей в форме, креативный замначальник УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга был наказан начальством и тоже довольно изобретательно. Его перевели на график работы с семидневным выходным с последующим увольнением из органов внутренних дел. Под занавес программы еще одно забавное видео. Наш канал с началом июля тарифы ни на что не повысил, штрафов у нас отродясь не было, а вот новые проекты в эфир мы запустили. На записи караоке-битвы или мисс-лета происходит немало интересного. Сначала такое видео попадает в руки нашим творческим монтажерам, затем в компьютеры для внутреннего пользования, где я, собственно, и нашел это видео, а затем и в интернеты. Немного дабстепа и Владоса Дидониса расцените это как наше небольшое хулиганство. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok